В оригинале фильм Мачо и Ботан называется Jump Street 21 и это ремейк одноимённого сериала с Джонни Деппом, который шёл с 1987 по 1991 годы. Джонни появляется в начале и почти в конце фильма Jump Street 21. Вы запороли пятилетнюю операцию. Мы же не знали, братан, ты потрясающий актёр. Ремейк Мачо и Ботан был успешен и при 50 миллионах бюджета принёс 200. А Ченнинг Татум поначалу отказался от роли в фильме, но взять роль его убедил Джона Хилл, который похудел для своей роли на 15 килограмм и взял 3,5 миллиона за свою работу. Сэр, я бы хотел уточнить, я бы не стал срать даже на чёрного. Как он сказал, когда его персонаж в школе с белыми волосами и носит рэперскую одежду, подражая Эминиму, это пародия самого Джона Хилла. Он также покрасил волосы в школе, ходил в подобной одежде и слушал Эминима. Привет, Мелоди. Привет. Вот. Поначалу на женскую роль в Мачо и Ботан планировалась Эмма Стоун, но ей предложили роль в Человеке-пауке, и она отказалась от Мачо и Ботана. Её роль взяла Бри Ларсон, которая позже скинет свой лишний жир и станет известна благодаря роли в фильме Капитан Марвел. Ты девочка. Точно. Да. В Мачо и Ботане есть реклама телефона слайдера Sony Xperia Play, и так как фильм это комедия, в ней было очень много импровизации, часть из которой можно увидеть в удалённых сценах. И там куча всяких приколов. Например, один из удалённых приколов, это когда забирают персонажа Дэви Франка в тюрьму, и персонаж Ченнинга Татума говорит, что надеюсь, там у зэков будет веганская сперма. Режиссёрами фильма Мачо и Ботан были Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые ещё позже начинали режиссировать первый, точнее второй спин-офф по «Звёздным войнам» с Ханом Соло. Но их в итоге уволили и заменили режиссёром Роном Ховардом. При 80 миллионах бюджета, пять из которых были Джона Хилла за роль, продолжение «Мачо и Ботана» 2014 года принесло 330 миллионов, и было ещё успешнее оригинала. Фильму удалось во второй раз принести много денег, несмотря на шутку про то, что если удвоить бюджет, то лучше от этого результат не будет. В «Мачо и Ботане 2» снимался сын актёров Курта Рассела и Голди Хоун Уайет Рассел, который отказался от роли в фильмах «Голодные игры» ради роли в «Мачо и Ботан». А на 17.20 в фильме заметно, что замазывали круги под глазами Джона Хиллу на компе уже, и его глаза выглядят неестественно. Подобное ранее я видел в трейлере «Незваные гости» 2005 года у актёра Винса Вона. Там у него в оригинале были круги под глазами, и их для трейлера замазывали очень неестественно на компе. Также в «Мачо и Ботан 2» одного из персонажей зовут Рустер, а это переводится как «Петух». Его так зовут из-за волос, а у нас в дубляже его не переводят как «Петух», потому что тогда это бы означало, что он пидор. В конце второй «Мачо и Ботана» шутят на счёт многочисленных продолжений данной серии фильмов, и Джона Хилл с Ченнингом Татумом говорят по-русски «До свидания» и «Водка сода». Третья часть комедии «Мачо и Ботан» по слухам была ещё написана в 2015 году. Там хотели вроде как совместить фильм «Люди в чёрном» и «Мачо и Ботан», типа главных героев взяли работать в людей, в людей, в блядей их взяли работать. Типа главных героев взяли работать в организацию «Люди в чёрном», но вот уже прошло более 7 лет, и фильм так и не вышел. Не начинали даже съёмки, и момент уже упущен. Фильм «Отряд Америка» – это политическая сатира на терроризм и борьбу с ним. Фильм, как и мультик «Южный парк» делался на злобу дня, так как тогда в Америке были настроения, притязания с Ираком, и были те, кто против этих притязаний, включая звёзд, которых также пародировали в фильме «Отряд Америка». Например, был Мэтт Дэймон, который говорит только своё имя и фамилию, и выглядит как дебил. А в удалённых сценах была ещё пародия на Бена Аффлека, который тоже говорил пустые примитивные вещи о том, в чём не разбирается. Мэтт Дэймон, кстати, давал свои комментарии по поводу того, как его изобразили в «Отряде Америка», и сказал, что ему обидно, что его таким видят люди, то есть тупым, не способным сказать что-то путное. Но он сказал, что не в обиде на режиссёров и считает, что они гении. Так считают многие, так как создатели мультика «Отряд Америка», а не режиссёры фильма, рассказывают в своих мультиках и фильмах о том, о чём никто другой не говорит. Пародируют звёзд в «Отряде Америка», так как тогда они стали высказываться по поводу острой ситуации в Ираке. Фильм «Отряд Америка» выходил до выборов, однако Трей Паркер и Мэтт Стоун сказали, что они не хотели своим фильмом повлиять на выборы. А через пару дней после выхода их фильма они послали копию правительству Северной Кореи. Ответом было запрещение на показ и распространение этого фильма в Северной Корее. Фильм «Отряд Америка» не был финансово успешен и при 32 миллионах бюджета принёс 50. Небольшой финансовый успех был связан ещё с тем, что рейтинг у фильма был R, то есть для людей старше 18 лет, так как в фильме есть мат, жестокость и извращённый интим кукол. Эта сцена, кстати, есть ещё в более грязной, анрейтед версии. К тому же показано, как куклы извращаются «Золотым дождём» и «Шоколадным градом». Как сказали создатели мультика «Отряд Америка», у них была первоначальная идея для кукольного мультфильма сделать пародию на фильм-катастрофу «Послезавтра» 2004 года. Они даже написали сценарий, придумали кучу приколов, но в итоге их отговорили от этого фильма их юристы, так как было слишком потом много претензий со стороны студии 20-й век «Фокс», которая владеет правами на фильм «Послезавтра». И в итоге эту идею отвергли. А я думаю, вышла бы офигительная комедийная пародия. Фильм «Отряд Америка» было очень тяжело делать, и команда работала по 20 часов порою, потому что не успевали с датой выхода, и очень торопились сделать всё вовремя. «Ничего себе, знатный лимузин! Что да, то да! А теперь бери за щеку!» Мега-комедия про полицейских под названием «Копы в глубоком запасе» 2010 года в оригинале называется «Другие парни». То есть вначале нам показывают крутых полицейских, которых играют Дуэйн Джонсон и Сэмюэл Джексон, но фильм не о них, а о других парнях, которых играют Марк Уолберг и Уилл Феррелл. В оригинале, кстати, крутой коп Дуэйн в начале фильма говорит, а в дубляже у нас сказали То есть в дубляже они как бы хотели покончить с собой, получается. Хотя в оригинале эти персонажи убились просто по глупости, из-за своей неоправданной самоуверенности. Интересных фактов по фильму крайне мало, вообще почти отсутствует, но это реально офигительная комедия. Если кто пропустил, обязательно гляньте. При шикарном 90-миллионном бюджете фильм в итоге принес более 170 и стал финансово успешным. Также есть расширенная версия, которая идет примерно 2 часа, но в ней никаких особо таких сцен, меняющих фильм, нет. Неплохая экшн-комедия с кучей дорогущих спецэффектов и Райаном Рейнольдсом в главных ролях под названием «Главный герой» вышла в 2021 году и принесла 330 миллионов при бюджете в 100. Это комедия про жизнь нейтрально-пассивного персонажа, который становится главным героем игры, то есть полностью меняют свою жизнь в лучшую сторону. Ах, неожиданно горячий кофе. Боже, как хорошо. Это как потерять детственность? Только ртом. Действие фильма происходит в основном в игре стиля Фортнайт. И после выхода фильма в игре Фортнайт появился персонаж из фильма «Главный герой», которого зовут Чувак. Также в фильме много отсылок на другие игры, например, оружие из игры «Портал» там показывают. Также есть действие, когда игрок, убив персонажа, в игре начинает садиться над его лицом, дабы унизить. Злодея, кстати, в фильме «Главный герой» играл Тайка Вайтити, или Вайтити, он является также помимо актерства и режиссером в нескольких фильмах, включая два фильма про Тора. Он же будет режиссировать фильм по «Звездным войнам» в будущем. Класть я хотел на них. Также в фильме «Главный герой» было в конце камео Криса Эванса и щит Капитана Америка. Что за щит? Режиссером главного героя был Шон Леви, который первоначально отказался от режиссуры этого фильма, но его уговорил главный актер Райан Рейнольдс. И позже они еще вместе работали над фильмом «Наше имя Адам», который выйдет в 2022 году. А так как фильм «Главный герой» был финансово успешен, то возможно в будущем выйдет продолжение. Благодаря фильмам «Трансформеры» Майкл Бэй смог получить финансирование на режиссуру «Черной комедии», основанной на реальных событиях под названием «Кровью и потом» «Анаболики» 2013-го, история которой Майкла привлекла еще в начале 2000-х. Компания Paramount выделала Майклу Бэй бюджет в 26 миллионов и поддержку в рекламных акциях и промоутировании фильма. Главные фигуранты событий, которые происходят в фильме, до сих пор сидят в тюрьме и ожидают смертного приговора, готовя многочисленные апелляции. Их фотографии показаны в конце фильма. По слухам, Марк Уолберг ел по 12 раз в день и набрал более 20 килограмм мышц для роли. Он использовал для этого свой бренд спортивного питания, который он продает. Называется его бренд «Pie Nutrition». Это мультивитамины, гейнер, протеин, креатин, БЦАшки, ну и естественно стероиды. Но об этом официально никто не скажет. Все набранные мышцы Марк позже скинул для роли в фильме «Игрок», которая вышла в следующем 2014 году. Также для роли в фильме «Кровью и потом» набирали мышцы Дуэйн Джонсон и Энтони Макки. И персонаж Дуэйна в фильме был придуман специально для фильма, так как в реальности в этой истории такого персонажа не было. В камео в фильме появился самый умный боксер Владимир Кличко. Также был рестлер Курт Энгл и ютуб-блогер Виталий Здоровецкий, который живет в США и у него 10 миллионов подписчиков. Он снимает периодически настоящие приколы над прохожими на улицах и периодически с подставными. Также он активно занимается спортом. А в конце фильма на 1.57.20 в дубляже у нас вместо эректильной дисфункции говорят эректальной, как будто речь идет о ректале, а не об эрекции. Эректальной дисфункции стесняться не надо. Комедия Астерикс и Абеликс «Миссия Клеопатра» 2002 года – это вторая часть из серий этих фильмов. И она для меня самая любимая из этой серии фильмов. И является офигенной комедией. Наш дубляж в фильме также был великолепен. И это были не задолбавшие всех голоса Концевича и прочих, а приятные, новые, неизвестные мне голоса. Шутки и эмоции, которые они давали, мне очень нравятся. Сделаем портрет на фоне сфинкса. Доллары принимаете? Да-да, конечно. В нашем дубляже, кстати, там тоже поработали над локализацией шуток. И вот примеры. Не успею, сошлют в Сибирь. Ёлы-палы. Миссия Клеопатра была не сильно коммерчески успешна. И при 60 миллионах долларов бюджета принесла 110. Кристиан Клавье за роль Астерикса получил примерно полтора миллиона евро, как и Жерар Депардье за роль Абеликса. Вкусная эта креветка. Омар. А я Абеликс. Костюмы, которые они носили, были потом проданы на аукционе после съемок, а деньги отданы организации по защите детей. Не надо. Ой, кончил. Он кончил. В этой комедии используется коверканье имен, которые очень не любят некоторые зеленые существа в комментариях. Но лично мне эти коверканье в данной комедии очень нравятся и делают уникальный добрый юмор, без пошлостей. Аспиринус, готовьте войско к атаке. Антивирус. Меня зовут Антивирус. Беларусь! Ангарусь! Сводите его быстро! Малый прокис! Номер на без. Эй, хипарис, подойди. Вы общерикс. Рикс. Помню, в год выхода фильма «Миссия Клеопатра» мы пошли на этот фильм в кинотеатр. Это было уже, по-моему, после «12 ночи», и тогда весь день мы отдыхали, смеялись много, и я думал, у меня не будет никаких сил смеяться над фильмом «Астерикс Абликс. Миссия Клеопатра». Но я в итоге ошибся, в кинотеатре смеялся, как и весь зал, и комедия оказалась просто офигительной. Когда я был там у вас в Гал... в Гал... в Гал... в Галандрии, и ты мне... Амстериск? Рикс. Риксм. Её зовут Гивмия Кис. Гивмия Кис? Гнидобус. Да. Бла! В конце фильма персонаж по имени Отис придумал лифт. В реальности Отис Элевейта Компани – одна из старейших и крупнейших компаний-производителей подъёмного оборудования. Что там делают Клеопатра и Сезам? Цезарь. Актёр Эдуард Берр, сыгравший Отиса, сыграл позже Астерикса в Астерикс и Абеликс в Британии 2012 года и заменил Кристиана Клавье. Знаете, кто самый красивый человек в Британии? Это турист! А у актёра Жамель Дебуза правая рука нерабочая и скрюченная. И как написано в Википедии... В январе 1990 года в 14 лет Дебуз получил критическое повреждение правой руки, они с другом спешили на автобус, перебегали через рельсы на станции Трап и не заметили приближающегося поезда. Поезд, двигавшийся со скоростью 150 км в час, сбил мальчиков. В результате правая рука Дебуза атрофировалась и перестала развиваться, свисая с плеча, словно плеть. С тех пор он почти всегда держит правую руку в кармане. В миссии Клеопатра был ещё прикол, когда собака в замедленном режиме бежит под музыку Энио Мориконе, Чимай. Это отсылка на рекламу корма для собак, оказывается, бренда Royal Canin, где играла эта музыка. Эту музыку также у нас известна благодаря фильму Профессионал 81 года Жамполем Бельмондо. И она там 200 раз играет в фильме. Кроме этой музыки, в фильме нет другой композиции. Это просто задалбывает весь фильм. Буквально каждые 7 минут она звучит в фильме. И фильм Профессионал по части музыки это реальный позор. Также у нас в дубляже Красноборода сделали украинцам. А перевод многоголоский по приколам немножко отличается от дубляжа. И в многоголоске придумали шутку про мазохистов. А зачем вы бьете рабов кнутом? Да нет, это не рабы. Это квалифицированные грузчики-тяжеловесы. Мы набираем их с числа мазохистов, которым нравится, когда их... Да нет, это не рабы, это рабочие. Они трудятся добровольно и к тому же получают зарплату. А плети у вас для красоты? Нет. То есть да. Не знаю, пока никто не жаловался. Режиссером и сценаристом фильма «Астерикс и Обеликс» «Миссия Клеопатра» был Ален Шаба, который еще также срежиссировал комедию с Жераром Депардье под названием «Миллион лет до нашей эры». Мамонты мирно соседствуют с лошамонтами, курицамонтами и червямонтами. Еще Ален Шаба во французском дубляже озвучивает Шрека в мультиках Шрек. А также Ален Шаба сыграл Цезаря в фильме «Астерикс и Обеликс» «Миссия Клеопатра». К сценарий комедии «Грязная любовь» 2005 года написала актриса Дженни Маккарти. Она же и сыграла в фильме главную роль. А режиссировал фильм ее тогдашний муж Джон Эшер, с которым она развелась уже в следующем 2006. Фильм стал худшим, получив «Золотую малину», а Дженни Маккарти стала худшей актрисой и сценаристкой. Джон Эшер стал худшим режиссером. Да! Хочешь потрахаться? Что? Я хочу сейчас с тобой трахаться. А Кармен Электро, сыгравшую небольшую роль в фильме, номинировалась тоже как худшая актриса. Подданный сказал, ты хочешь меня видеть? Это мой анализ матча. А еще фильм хорош тем, что в нем Дженни Маккарти показала в одной сцене свои силиконовые тити. И также в фильме появилась панк-рок группа «Сам 41», про которую я все никак не сделаю ролик. Комедия «Стерва» 2001 года в оригинале называется «Спасая Сильвермана». Это фамилия главного героя, которого играл любитель пирога Джейсон Биггс. На месяц лишен права делать мнеми нет. Нет, Джудит, пожалуйста. Фильм не был финансово успешен, и это не дико мега комедия, но приколы все же есть. И можно глянуть фильм ради этих приколов. Что еще нового сообщишь? У меня три яйца. Заткнись! Говн-медиу «Евровидение. История огненной саги» 2020 года я посмотрел потому, что про нее упомянул кто-то из ютуб ролика в каком-то интервью и сказал, что это классная и смешная комедия. Я с ним полностью не согласен. Идея фильма интересная, но юмора лично для меня и шуток в фильме вообще нет. Только была в начале прикольная пародия на E-Type, про которого я делал ролик. Фильм «Евровидение. История огненной саги» номинировался на Оскар за песню «Хусявик». Или как она читается, не знаю. А также из интересного в фильме еще появилась пикылка «Кончита вурст», которая дает под хвост. А ты гей? Конечно нет, я русский. Нет? Нет, 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 в России нет геев. Статистика. Тихо. Затяжки. Р PAUL 8 Р PAUL 9 Тихо. 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 ЧТА.